Здравствуйте! В этом видео томат, который не нужно посынковать, посадил и забыл. Урожайность очень хорошая, вкусный, сочный. Всем рекомендую его выращивать. Это томат Смайлик, крайне спелый, 105-110 дней, детерминатный сорт, а значит его не нужно формировать. Я выращивал его в открытом грунте и в теплице. Урожайность очень хорошая. Высота растения до 1 метра. В теплице вырастает максимум 1,20 метра. В открытом грунте не больше 1 метра. Можно выращивать там и там, независимо от вашего микроклимата. Урожайность будет хорошая. Плоды красивые, с маленьким носиком. В разрезе выглядят как сердечко. Плоды в среднем масса до 70-80 грамм на всем кусту практически одного размера. Только нижние кисти могут отличаться немного величиной до 100-120 грамм. Цвет невероятно ярко-оранжевый. Вкус тоже яркий и ароматный с повышенным бета-каротина, а значит томатики очень сладкие. Идеально для консервации, не трескается кожица, а также для приготовления свежих салатов. Томат можно вообще не посынковать. Я его ни разу не посынковала ни в открытом грунте, ни под укрытием, ни в теплице. А это значит это беспроблемный томат, как раз который мы все с вами любим. Томат сильно не разрастается, но требует подвязки и какую-нибудь небольшую опору до метра. Это в среднем. Можно также ввести его и в 2 стебля, и можно ввести в 2-3, даже 4 стебля. Все на ваш выбор. Но пасынков у него немного, поэтому я рекомендую вообще не следить за ним, не посынковать, не следить за всеми пасыноками, которые нарастают, потому что на каждом пасынке образуется небольшая, но очень компактная и хорошая кисть. Ну как раз которая приводит к повышенному урожаю. Что касается заболеваний. В открытом грунте он у меня ни разу ничем не болел, но в теплице все-таки приходится его от заболеваний использовать какие-либо средства. Допустим, фитоспорин самый простой и доступный препарат. Также можно использовать от хлороза хелат, тоже очень доступное средство. Но смайлик он не успевает заболеть, если, например, его посадить для раннего выращивания, так как созревание у него наступит дружно и очень быстро. А следовательно, он ничем болеть не будет. Если выращивать его для позднего созревания, то есть посадка посев будет намного позже, чем обычно, то он успеет заболеть различными заболеваниями. Все зависит от вашего желания. Я выращиваю его для раннего. Вот смотрите, листва еще даже есть. Некоторые я оборвала, чтобы вам показать урожайность. Просто так намного проще и видно, сколько на самом деле томатов. Можно ли выращивать томат смайлик по 2 штуки в лунку? Можно. И в открытом грунте, и в теплице. Я выращиваю кузбасс, сибирь, прекрасно себя показывает. Да, конечно, урожайность не по целому ведру с куста, но все-таки ради сочности и какой-то на самом деле очень вкусный и сладкий его стоит выращивать. Посмотрите, какое маленькое, компактное и правильное сердечко. Этот томат за сладость любят не только взрослые, но и дети. Соли уходят на ура. Если ваши детки любят помидоры, то попробуйте выращивать именно для них такой сорт. Очень понравится. Он яркий, необычный, красивый. Очень маленький, аккуратный, красивый носик. И в виде сердечка, естественно, привлекает внимание. Что касается хранения данного сорта. Хранится он не очень хорошо. Если, например, его передержать на кусту, он переспеет, то он становится более мягкий. Поэтому рекомендую срывать их вовремя, а лучше срывать немножко недозревшими. Он прекрасно дозаривается самостоятельно в комнатных условиях при комнатной температуре. А если, конечно, хотите продлить хранение, то срывайте зелеными, и тогда он хранится до созревания. А далее опять становится мягким. Поэтому для долгого хранения, например, месяц-полтора, этот томат лучше не оставлять. Ну, а на сегодня это все. Заходите ко мне на канал, смотрите другие сорта томатов. Кого интересуют семена смайлик и другие томаты, пишите мне. Я вам оставлю ватсап и вышлю каталог. Всем спасибо и до новых встреч!